Я продал по своей воле, но не за ту цену, которую хотел. Олег Тиньков в интервью Юрию Дудю, признанному СМИ на агентом, рассказал о подробности сделки по продаже своей доли в 35% в Тинькову банке Интеросу Владимира Потенина. Я продал по своей воле, но не за ту цену, которую хотел. Олег Тиньков в интервью Юрию Дудю, признанному СМИ на агентом, рассказал о подробности сделки по продаже своей доли в Тинькову банке Интеросу Владимира Потенина. Основателю банка Олегу Тинькову принадлежало 35% в акции. По словам Тинькова, ему пришлось продать свою долю из-за опасения возможного давления на бизнес, из-за его личных постов в соцсетях, в которых он выступил с критикой специальной военной операции России на Украине. Отдельно в интервью бывший банкир подчеркнул, что сначала он выступил с этими заявлениями, потом уже продал бизнес. Впрочем, сумму сделки Тиньков так и не назвал, сославшись на условия контракта. Самое начало марта, я думаю, блин, продам. Возобновились торги на московской бирже, компания стоила 8 миллиардов долларов. Что в три раза меньше, чем она стоила до, потому что она стоила 22 миллиарда, но все-таки 8 миллиардов долларов. То есть моя доля, 35%, была выше 2 миллиардов еще до сих пор. И я подумал, ну я продам, конечно, каким-то дисконтом вероятным, там, сказать, за полтора, может, миллиарда. За сколько-то, там, продам свою долю. И начал искать. Начал разговаривать с одним, вторым, третьим олигархом. И, соответственно, все такие, ну, мы, может, купим, но что-то дороговато. Просто Потанин молодец. Он сказал, столько-то плачу. Копейки, совершенно копейки. Я сказал, окей, переводите. И они мне наслаждение платили. И все. Это все была сделка. Олег Тиньков ранее в СМИ появлялась информация о том, что за свою долю в банке Тиньков мог получить до 350 миллионов долларов. Олег Тиньков объявил, что окончательно разрывает связи с Россией. Бизнесмен опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, где попрощался с Россией Тиньков банком. И сообщил, что бренды Тиньков и Ладача он оставляет себе. Олег Тиньков попрощался с Россией и Тиньков банком. Миллиардер опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, где рассказал, что в России у него не осталось ничего. Бренды Тиньков и Ладача он оставляет себе. При этом в прислужбе Тиньков банка заявили, что компании принадлежат все юридические права на бренд Тиньков. Ранее же банк заявлял о скором ребрендинге и смене названия. Накануне бизнесмен дал интервью New York Times. По словам Тинькова, власти вынудили его продать свою долю в банке всего за 3% рыночной стоимости компании Интерос Владимира Потанина. Тиньков объявил во вторник, что окончательно разрывает связи с Россией. Цитата. Прощай, Тиньков банк. Прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был одним из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму, построить 4 разных бизнеса с нуля. В пике мое состояние Forbes оценивал в 9 с лишним миллиардов долларов. И я гордился, но не суммой, а тем, что и в России можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса. Я благодарен Потанину, который быстро меня выкупил, хотя и за копейки из этого надвигающегося ада. И, перефразируя Достоевского, я скажу так. Ни один миллиард миллион не стоит слезы ребенка. Я потерял все, но я не потерял душу. Я забираю из страны бренды Тиньков и Лядача. Они принадлежат моей семье. Сюда я больше не издок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету. Эта публикация стала первым личным выступлением миллиардера после того, как Интерос объявила о покупке 35% акций головной компании Тиньков Банк, ТСС, группу семейного траста Тинькова. Интервью New York Times бывший банкир давал по телефону, не раскрывая свое местоположение. Сумма сделки с Интеросом не называется. Ранее компания Потанина приобрела долю французского банка со СИТ «Женераль» в Росбанке. В понедельник стало известно о покупке Интеросом оператора платежей United Card Services. Олег Тиньков продал долю в банке за копейки. Об этом он рассказал в интервью New York Times, отметив, что его заставили это сделать после заявления о спецоперации на Украине. Сумму сделки бизнесмен так и не раскрыл. Тиньков Банк эту версию отрицает. Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в Тиньков банке всего за 3% от ее рыночной стоимости. В интервью New York Times предприниматель рассказал, что на следующий день после его поста с критикой спецоперации с руководством банка связались представители власти. По словам Тинькова, они угрожали национализировать компанию и буквально заставили его продать долю за копейки. Цитирую, я не мог обсуждать цену, это было так, словно я заложник, ты берешь то, что предложили, я не мог вести переговоры. Конец цитаты. Сумму сделки Тиньков не раскрыл. 28 апреля головная компания Тиньков Банк, TCS Group, сообщила, что 35% ее акций купит группа компании Интерос Владимира Потанина. Такая же доля принадлежала семейному трасту Олега Тинькова. В интервью миллиардер поблагодарил Потанина за то, что смог выручить хоть какие-то деньги, по его словам, он и без того подумывал продать свою долю. Комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко консалтинг, политолог Евгений Минченко. А кто сказал, что такое 100%? В том и суть вообще фондового рынка, продажи бизнеса, что нет никакой реальной цены. Есть цена, которую готовы заплатить. Во-вторых, если бы ему было жалко избавляться от доли в своем детища, которая при этом формально ему не принадлежала, ну, наверное, бы он долго не вел переговоры и не пытался найти хоть какого-нибудь покупателя. То есть сама по себе версия Тинькова не подтверждается фактами. Информация о том, что он ищет покупателя на свою долю, и то, что нынешнее руководство банка его всячески в этом поддерживает, потому что он стал для них токсичным акционером, и, в общем-то, они уже давно думали на тему ребрендинга, на мой взгляд, вот эта вся совокупность фактов не подтверждает вот эту вот версию о дороговизне или дешевизне того или иного актива. Поэтому я думаю, что история, как я могу ее реконструировать, примерно такая. У человека проблемы со здоровьем, у человека проблемы с налоговыми органами Соединенных Штатов Америки, плюс на это накладываются риски, связанные вообще в целом с давлением на любых бизнесменов, имеющих российское происхождение. Ну и вот в этом смысле бурная фантазия Тинькова, которая когда-то ему помогала зарабатывать деньги, но теперь была обращена на то, чтобы сформировать образ жертвы и, соответственно, попытаться таким образом минимизировать свои потенциальные проблемы на западе. Политолог Евгений Минченко. Тиньков Банк в комментарии New York Times отрицает версию Олега Тинькова. По словам представителя банка, угроз в адрес руководства не было и добавил, что Тиньков давно не участвует в жизни компании и не вовлечен ни в какие дела. В середине апреля Интерос Потанина выкупил долю французского банка ССИТ «Женераль» в Росбанке. Накануне стало известно, что французский банк потерял более трех миллиардов евро из-за ухода из России. Сделки о продаже долей в российских банках сейчас проходят по крайней низким ценам, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев. Сейчас ситуация очень нестандартная, здесь рынок очень сильно ушел вниз и стоимость на банковском рынке и на большинстве других рынков такова, что она относится со стоимостями тех же активов, например, полгода назад, ну, может быть, не как одна десятая, но как одна пятая, где-то как одна третья, ну, где-то и как одна десятая, наверное, в сегментах. То есть, в любом случае, везде стоимость упала, везде дисконты и сделки, которые могли бы быть совершены по каким-то ценам полгода назад, сейчас они невозможны. Стинько, в частности, сейчас это банк, который, конечно, имеет очень высокую долю на рынке и в рознице, и в различных сегментах розничного банкинга. Стоит, очевидно, ребрендинг, поэтому стоимость именно бренда и позиционирование банка, она, наверное, в этом смысле тоже должна оцениваться дисконтом, но позиции на рынке довольно сильные и очень хорошие перспективы также сохранения их. Надо отметить также, что банк очень высокорентабельный, его показатели рентабельности капитала и рентабельности активов одни из лучших на рынке, но среди крупнейших банков, наверное, самые лучшие. Влияние, репутация бренда, истории и так далее достаточно важны, но, наверное, в банковской сфере именно сам факт, кто акционер, является ли акционером основатель банка или же уже новый инвестор, это менее значимым может быть в этом плане вклад именно личного бренда. Поэтому логика этих покупок очевидна, что это дешевые сейчас активы, которые имеют большой апсайд, большой возможный рост стоимости, но и, собственно, возможные другие появятся аналогичные активы. Павел Самеев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес Дром». В 2020 году банк планировал купить Яндекс. Тогда он предварительно договорился с головной компанией банка «ТС Групп» о выкупе всего ее акционерного капитала за 5,5 миллиардов долларов. Но вскоре Олег Тиньков сообщил, что лично решил разорвать договоренность. Он назвал Яндекс забюрокраченной компанией, будущей которой он не верит, и сказал, что «ТС Групп» сама скоро купит Яндекс. Позже в одном из интервью бизнесмен объяснил, что стороны не сошлись в цене сделки. В Финляндии собирают подписи за лишение Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов финского гражданства. Соответствующая запись появилась на сайте гражданских инициатив Финляндии. В ней напоминается, что эти бизнесмены ранее попали под санкции США, Великобритании или Евросоюза из-за ситуации на Украине. Как сообщают финские СМИ, Тимченко получил финский паспорт в 99-м году. Борис Ротенберг переехал в Финляндию с семьей в 91-м году. Вашингтон планирует добиться стратегического провала России на Украине. Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросу международной безопасности Селест Уоландер. Ранее представители властей США неоднократно заявляли о том, что одна из главных целей Вашингтона в контексте текущей ситуации на Украине ослабление России, в первую очередь ее военного и экономического потенциала. С этой целью против России и вводятся масштабные экономические санкции. Число погибших при пожаре в цехе Пермского порохового завода выросло до трех. Как заявили в Краевом Минздраве, одна женщина погибла на месте, вторая и третья скончались в больнице. Возгорание продукции произошло в воскресенье вечером на производственном участке номер 12 производства пластмассы. Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч» комплексом ПВО. Кроме того, производится продукция гражданского назначения, лакокрасочные, отделочные материалы, а также полиуретаны. Угроз распространения огня в Минусинском районе Красноярского края снята с населенных пунктов, а в этом сообщили в МЧС. Ранее из-за весного пожара там ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку огонь распространился на площади 250 гектаров и подошел к селам Знаменка и Лугавская. Зону пожара локализовали, авиация сливает тонны воды на очаги.